Приветствую вас, и, пожалуйста, стоит начать с того, что отвечу на ваш главный вопрос, который указан в заголовке, это почему вас тянет к мужчинам старше вас, с чем это связано, и так далее. Вы, действительно, именно отца не ищете в каждом из мужчин, что вам встречается. Но из-за того, что вы росли без него, потребность в мужской опеке, в мужской защите, такой вот более ярко выраженной, у вас осталась. И в результате этого сформировались такие потребности. Стремление к более взрослым партнерам объясняется еще и высоким интеллектуальным ответом. Ведь вы пишете, что ваши роветники вам неинтересны. Это означает, что вы по той или иной причине обережаете их в разнице, что по сути дела является хорошим признаком, является вашим достоинством, и чего уж скрывать, характеризует вас с очень хорошей стороны. Но именно потребность в мужчине постарше, нежелание, вот, как бы сказать, существовать и связывать свою жизнь с кем-то, кто априори изначально находится на одних условиях с вами, является все-таки следствием недополучения мужского присутствия в вашей жизни, именно когда вы были маленькие. И сейчас вы как бы восполняете это. Но поскольку вы взрослый человек, то вы вот эту потребность возвели, по сути, в свой стереотип. То есть, вы сами себе обозначили рамки, согласно которым, в них заключен тот мужчина, образ того мужчины, который, в котором вам будет хорошо, не больше, не меньше того. Хорошо это или плохо, говорить излишне, потому что главное, чтобы вы были счастливы, и если вам все нравится, если вас все устраивает, то это прекрасно и замечательно. Но объяснение, значит, того, почему вас нравятся мужчины постарше, как вы уже поняли, содержит на себе два момента, два основных ключевых элемента, которые, я надеюсь, смог вам раскрыть. Следующий вопрос, который вы задаете, касается слишком общей тематики, слишком они объемные по своей направленности, и говорить о них, отвечать на них все в одном видео, мне кажется, было бы не совсем хорошо, потому что получится слишком много разноплановой информации, и вы немножечко, мне кажется, встанете, и будете хуже воспринимать эту информацию. Но тем не менее, я постараюсь ответить вам, по крайней мере, на общий вопрос. Значит, как понравится мужчине, как быть ему интересной? Вот на этот вопрос можно ответить так. Во-первых, мужчина с женщиной всегда ощущает свою силу, ощущает свою мужественность, ощущает свое мужское начало более, скажем, ярко выраженно, чем, ну, или с кем-либо другим. И потому вам, мужчины, если вы хотите быть ему интересной, как женщина, желательно быть именно такой, слабой, нуждающейся в его защите, нуждающейся в его поддержке, ласке и так далее. Но слабость в данном случае воспринимается не как слабость в классическом понимании, а слабость как чисто женская черта, когда мужчина принимает на себя ответственность за решение ваших проблем, за то, как вы проводите время и так далее. То есть женщина, в первую очередь, обладает податливостью на какие-то инициативы со стороны мужчины. Это первое и самое главное. Второе, женщина, это загадка. То есть мужчине, тем более мужчине зрелому, интересно женщину познавать. И если процесс познания, процесс узнавания человека вы сможете построить так, что мужчина будет стремиться узнать вас лучше, как бы стать к вам ближе, сделать вас своей, то такой мужчина никогда не потеряет к вам интерес. И это очень важный элемент для того, чтобы понравится мужчине. Следующее, о чем хочется сказать, это такая сфера, как интересы человека. Вам, в первую очередь, желательно понять, что мужчине нужно. Вот что ему нужно лично для себя, с каким ему интересом, в чем он нуждается. Например, какой-то мужчина любит, когда женщина берет инициативу в свои руки, периодически. Если вам такой мужчина нравится, значит, соответственно, вам нужно брать инициативу в свои руки, что-то решать самостоятельно. Но так, чтобы он всегда одно, что вы решаете, потому что он позволяет. Если мужчине, соответственно, нравится, когда женщина подчиняется, ну, ему дать ему это. То есть, в первую очередь, выяснить, что мужчина хочет от женщины вообще и постараться это ему дать. И, наверное, последнее, о чем хочется сказать, именно в рамках ответа на этот вопрос, это мудрость. Такая, знаете, женская мудрость. Понимание того, что у мужчины, как вы правильно сказали, всегда есть недостатки. И тут важно понимать, что мужчина мыслит формальной логикой. то есть, для мужчины, а у мужчины мышление предметное, оно опосредовано тем, что происходит вокруг, вокруг него, тем, что есть вокруг него, тем, что он видит. Тогда как женщина, в большей степени чувствует. И из-за этого, часто возникает недопонимание между женщиной и мужчиной. мужчина ориентируется на то, что он видит, то, что он воспринимает, а женщина ориентируется на то, что он чувствует, на свой пары. И вот вам необходимо смириться с той мыслью, что мужчина не всегда может вас понимать. И если в мужчине какие-то вещи, вам понятные, требуется объяснять более приземленно, более предметно, более очевидно. просто потому, что мужчина, в принципе, иногда не может осознать того, что вы хотите от него. И если вы не будете считать данную черту характера мужчины плохой и негативной, а будете относиться к ней с пониманием, то такой мужчина, поняв, что вы от него хотите, сделает вас счастливым. В принципе, на этом можно закончить, отвечать на ваш вопрос. Но вы спрашивали, значит, как перестать сильно привязываться к мужчинам, как научиться контрактировать свои чувства. и ответом на это служит следующее. Привязывание, то есть, по сути дела, зависимость от человека, образуется, конечно же, не сразу. Она происходит постепенно, по мере того, как вы ощущаете, что в человеке есть то, что вам нужно. вы ощущаете в человеке продолжение своих потребностей. Так скажем. И вот нужно определить, какие у вас есть потребности, выявить их и удовлетворять не через человека, а через свои собственные достижения. ну, чтобы было понятнее, яркий пример могу привести такой. Как я уже сказал ранее, я не утверждаю, что вы ищете отца в машине. Но, давайте допустим, что вам нужна мышка защиты и опека в гипертрофированной форме. Ну, или более усиленной, более серьезной, более яркой. Вот представили такую ситуацию. А теперь подумайте. Вы ищете это в своем мужчине. И из-за этого вы, допустим, становитесь от него зависим. Как этого избежать? Избежать этого поможет мужчина-друг старше вас, который относится к вам не как к женщинам потенциально своей, а как собственно к дочери. То есть такой, знаете, своего рода замена отцу, который всегда защитит, успокоит, там, и так далее. И из-за этого вы уже не нуждаете по отношению к мужчинам потенциально. И можете выступать с ним, с ними как более независимый партнер. И вот так, по такому принципу, нужно действовать и касаемо всех ваших потребностей остальных. Далее, что касается контроля чиллс, то здесь ситуация немножечко более тонкая. Дело в том, что если вы хотите быть с мужчиной, если вас тянет к нему, но вы понимаете, что допустим слишком сильно навязываться было бы не очень красиво, не очень здорово, вы понимаете, что не можете контролировать свое желание и постоянно быть с ним, то здесь нужно просто поиск мотивов для того, чтобы осуществлять этот контроль. И самый главный мотив заключается в том, чтобы осознать такой парадокс. Мужчина стремится сделать женщину своей, и когда у него это получается, он очень жастно теряет к ней интерес, потому что он полностью ее освоевывает, познает, и она ему больше не интересует. Вот чтобы такое не произошло, вам и нужно сохранять дистанцию. Всегда на вашем мужчине понять, что вы не до конца принадлежите ему. Всегда. И вот это как вариант, как стимул для того, чтобы контролировать себя. У вас всегда должен присутствовать в сознании. А вы можете найти и другие мотивы, другие возможности для контроля. Например, сохранение своей самостоятельности, например, защита своих интересов и прочее. Важно только заострить внимание на том, что для вас важно, и что вы теряете в результате отсутствия контроля своих чувств. Хотите ли вы это терять, и насколько это для вас важно. А отсюда прямо вытекает желание этого сохранить, что и влияет на контроль шуруп. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен. Пока желаю вам всего доброго и удачи. Продолжение следует...